Уважаемые коллеги, здравствуйте! Очень рад вас видеть и предлагаю поговорить о том, где находится фармарынок сегодня и каковы потенциально возможные направления развития фармарынка в обозримой перспективе, краткой и среднесрочной. Валерий уже заявил те цифры о динамике рынка, которые были озвучены совсем недавно. Перед собой вы видите цифры компании DSM. Согласно оценкам DSM, фармарынок растет и продолжает расти. В 2019 году, по данным 8-месячного наблюдения, коммерческий рынок лекарственных препаратов вырастет на 1,4% в деньгах до уровня порядка 650 миллионов рублей. При этом в 2018 году объем рынка составлял порядка 1 триллиона рублей. Важные метрики. Первая важная метрика – это объем среднедушевого потребления лекарственных средств. В среднем один человек потребляет в России почти 6800 рублей различных лекарственных препаратов в год на одного человека. С точки зрения количества упаковок, в среднем это 36 упаковок на одного жителя нашей страны. Очень интересно посмотреть на структуру фармацевтического рынка и поговорить о том, как структурно ведет себя рынок. Мы с вами можем увидеть, что самые высокие темпы роста в 2018 году наблюдались в коммерческом сегменте. И государственный сегмент, сегмент связанный с льготным обеспечением лекарственными средствами, оказывался в негативной зоне. В 2019 году все поменялось. Если в перспективе последних 6 лет в среднем доля коммерческого сегмента на рынке составляла порядка 68-70%, то в 2019 году сегмент льготного лекарственного обеспечения растет двузначными цифрами. Скажем, рост 30% плюс. При этом очень важно, что государство запускает новые инициативы. В качестве такой инициативы я хотел бы выделить инициативу правительства по компенсации стоимости потребления лекарственных средств в кардиологическом сегменте. На эти цели аллоцировано порядка 14 миллиардов рублей. Что это значит? Если в государственном сегменте, в сегменте льготного лекарственного обеспечения, объемы лекарственного обеспечения возрастают, это значит, что меньшая часть потребителей будет обращаться к коммерческому сегменту для приобретения лекарственных средств. Таким образом, мы можем предвидеть, что структурно коммерческий сегмент окажется под давлением как раз в связи с реализацией такого рода программ обеспечения. Очень интересна инициатива, которая поступила в Государственную Думу буквально несколько дней назад. Это инициатива фракции «Справедливая Россия», связанная с компенсацией стоимости лекарственного обеспечения для тех граждан, которые тратят на лекарства более 10% дохода. Перспективы этой инициативы пока не ясны, но говорить о том, что роль государства в фармацевтическом рынке возрастает и возрастает резко, без сомнения можно. Если мы будем говорить о структуре рынка в терминах рецептурные препараты и безрецептурные препараты, на сегодня рынок примерно на 34% в упаковках и более чем наполовину в деньгах сформирован рецептурными препаратами. В 2018 году доля рецептурных препаратов росла, и она продолжает расти в 2019 году. На фоне ужесточения контроля над отпуском рецептурных препаратов в аптечных сетях следует отметить важность работы с источником рецептов, а именно с врачебной аудиторией. Более половины рынка связана с врачебной аудиторией и связана с выпиской рецептов, и рецепты становятся все более важным фактором развития рынка. Макрофакторы. Макрофакторы и макрофон в России вообще говоря негативен. Если мы с вами посмотрим на крайний левый график, это график динамики располагаемых доходов населения в привязке к базовому году. Базовый год это 2008 год. Соответственно, мы с вами можем видеть, что в 2019 году уровень свободных располагаемых доходов сопоставим с тем уровнем, на котором доходы находились в 2009-2010 году. То есть мы можем сказать, что в связи с вот этим затянувшимся снижением располагаемых доходов мы убежали назад почти на 10 лет. Еще один макротренд, о котором необходимо говорить, когда мы говорим о фармацевтическом рынке, это тренд рождаемости. В России наблюдается очень и очень серьезная ситуация, связанная с рождаемостью. Если мы будем сопоставлять цифры рождаемости сегодня с цифрами рождаемости в 2015 году, мы увидим отрицательную динамику минус 18%. Детская аудитория – это аудитория, крайне важная для фармацевтического рынка. В первую очередь потому, что к терапии детей мамы относятся максимально внимательно. Если потребитель может отказываться от чего-то, если он взрослый, то вот в этом сегменте максимально фокусная, максимально внимательная терапия. И подобные цифры сокращения аудитории, популяции, они очень и очень тревожны. Важно понимать, что волна негативная, которая началась в 2016 году, она будет катиться. И, соответственно, в 2019 году мы увидим меньше пациентов в возрасте 3+, а через два года мы увидим меньше пациентов в возрасте 5+, и так далее. Это, без сомнения, крайне негативно для рынка. Еще один фактор, крайне важный для ситуации на фармацевтическом рынке сегодня – это фактор, связанный с жизненно важными лекарственными препаратами, регулируемыми по цене препаратами. На сегодняшний день порядка 43% рынка в натуральном измерении и порядка 36% в деньгах – это препараты, которые попадают в категорию жизненно важных. В 2019 году, в середине года, в июне, был подписан закон, который касается регулирования цен в этом сегменте. И, начиная с 2020 года и в 2021 году эта тенденция продолжится, при определении цен внимание будет обращаться не только на рынок России, но и на все страновые рынки, на которых обращаются препараты. И ценообразование будет вестись по минимальному уровню цены, зафиксированному где-либо. Соответственно, с нашей точки зрения, этот закон и ситуация, которая будет разворачиваться в сегменте жизненно важных препаратов, окажет крайне серьезное, если не революционное, влияние на многие рыночные сегменты. Я хотел бы об этом буквально несколько слов еще подробно сказать. В качестве модельного сегмента мы можем взять многие сегменты фармацевтического рынка. Ну, например, давайте возьмем сегмент антигистаминных средств. В сегменте антигистаминных средств примерно половина рынка сформирована жизненно важными препаратами. Одна из молекул в подсегменте антигистамины – это молекулы цитризины. Цитризины – это регулируемая молекула. Перед вами ценовая структура этого рынка. Не так много игроков, но цена после регулирования – это уже те цифры, которые заявлены на сайте государственного реестра цен – обещает быть ниже 90 рублей за упаковку. При том, что сегодня у некоторых игроков на рынке цены превышают 300 рублей, у некоторых игроков превышают 200 рублей. Что произойдет с рынком, если вдруг все препараты станут стоить 90 рублей? Давайте пофантазируем. Давайте представим, что есть международная марка, у которой весьма и весьма существенные издержки на производство продукта, на его доставку в Россию, локализацию и так далее. У этой марки существовал маркетинговый бюджет. Этот бюджет использовался на классические направления промоции. Промоция в аптечных сетях, промоция на конечного потребителя, промоция на профессиональной аудитории. Что произойдет, если в результате регулирования денежный поток у такой марки сократится? Бюджет изменится, причем изменится очень и очень сильно. Давайте зададим вопрос, а что произойдет с другими марками на рынке, которые как бы не будут затронуты вопросами, связанными с ценовым регулированием? Давайте представим, что есть нерегулируемые молекулы, например, левоцитрезины. Они стоят дороже, они имеют особенности по сравнению с цитрезинами. Что произойдет, если цена в цитрезинах окажется ниже 90 рублей? Как кардинально изменится конкурентная ситуация между двумя этими сегментами? И возникает огромное количество неопределенностей. Первое. А смогут ли игроки в молекуле цитрезины выдержать этот удар? Например, вдруг кто-то из этих игроков примет решение уйти с рынка. Что произойдет с рынком? Если мы посмотрим на игроков в этой категории, то в определенных сегментах рынка на этих игроков будет приходиться 40-50% выписки врачей. Представьте себе, что произойдет, если таковой препарат видоизменяется и уходит. Или наоборот, он остается, он лидирует с точки зрения выписки, но при этом приобретает гигантское ценовое преимущество. Рынку будет нанесен огромный-огромный шок. В этой ситуации крайне уместно проводить сценарное моделирование ситуации, сценарное прогнозирование ситуации. Что будет, если ситуация будет развиваться одним образом, что будет, если она будет развиваться другим образом. И готовить планы реагирования, планы защиты. Крайне важно в этом смысле понимать, что конкурентная ситуация изменится так, что факторы защиты бренда, неценовые факторы защиты бренда, станут исключительно важными. И исключительно важным станет вопрос, каким образом можно защищаться от игрока. Вчера стоишь 300 рублей, а сегодня 90. Второй фактор, который на протяжении достаточно длительного времени наблюдается на российском фармацевтическом рынке, это фактор, связанный с концентрацией аптечных сетей. Если в 2015 году топ-20 сетей контролировали 33% оборота на рынке, то в 2018 году топ-20 сетей контролируют уже почти 60% оборота. В рамках достаточно узкого набора игроков формируется гигантская рыночная мощь, гигантский эксос к рынку. Соответственно, аналогично можно говорить о том, что эти топ-20 сетей, развиваясь экстенсивно, увеличивают покрытие. На сегодняшний день топ-20 сетей контролируют порядка 29 тысяч розничных точек и 58% рыночного оборота. Подобная концентрация сетей привела к тому, что многие фарма-игроки в качестве приоритетного канала промоции выбрали, выбирали, выбрали и, наверное, будут какое-то время выбирать канал, связанный с продвижением в аптеках. Объемные соглашения, трейд-маркетинговые акции – это то, что позволило многим игрокам на протяжении последних четырех лет хорошо растить продажи многих брендов и строить конкурентоспособность брендов практически из ниоткуда. По сути, аптечные сети паразитировали на маркетинговых бюджетах крупных фармацевтических игроков. Какая-то компания отстраивает здание бренда и приводит потребителя в аптеку. Какая-то компания работает с врачами, формирует поток выписки, приводит потребителя в аптеку. А в аптеке в рамках той или иной акции потребитель переключается на продукт конкурента. Таким образом, все инвестиции, которые были сделаны в классических каналах промоции, оказались полезными не для марки, но для конкурента. Это определенный тупик, и подобная логика развития рынка сформировала в некоторых продуктовых категориях тупиковые ситуации. Эти тупиковые ситуации характерны тем, что увеличение или уменьшение объемов давления в рекламных каналах, увеличение или уменьшение доли выписки не сказывается напрямую на изменении рыночных позиций продукта. Все решается у аптечной полки здесь и сейчас. Паттерны продаж на подобных рынках похожи на пилу, сиюминутные взлеты продаж, которые чередуются с такими же стремительными спадами. Ситуация как будто бы замораживается, и стратегический успех в подобных условиях становится невозможен. Почему? Потому что всем игрокам, всем крупным игрокам в подобных сегментах инструмент аптечной промоции продан, и в результате все воруют потребителя друг у друга. Не идут вперед. Вот это очень интересный график оценки того, каким образом можно было пользоваться каналом аптечной промоции для приращения продаж. В 2016 году доход от контрактования очередной аптеки составлял порядка 30 упаковок в месяц. Законтрактованные аптеки против незаконтрактованных. В 2019 году для этой марки эффект от контрактования сетей сократился до 5 упаковок на одну аптеку в месяц. Что интересно, за этим графиком стоит бюджет. Этот бюджет, который был лоцирован на контрактование в 2016 году, плюс-минус сопоставим или он даже выше в 2019 году, потому что аптечные сети растут и они хотят больше. Соответственно, в 2019 году из бюджета развития, из бюджетов прорыва этот бюджет превратился в бюджет гирю, в бюджет оковы. Эти оковы очень страшно сбросить. Что произойдет, если какая-то марка сократит объемы инвестиций в аптечные сети? Это очень страшно. Место тут же будет занято конкурентами. Но, тем не менее, приращение продаж этот замороженный бюджет не обеспечивает. Соответственно, перед фармацевтическими игроками возникает задача нового роста. Откуда можно взять новый рост, если в сетях расти нельзя? И если в сетях находятся оппоненты, переключающие твой собственный спрос? Здесь возникает задача новой дифференциации. Здесь возникает задача, связанная с актуализацией роли классических каналов промоции. Ничего нового нельзя предложить для того, чтобы дифференцировать свой продукт от продуктов конкурентов. Нужно строить знания этого продукта в голове потребителя. Нужно отстраивать имидж этого продукта от конкурентных продуктов. Нужно, работая с профессиональными врачебными аудиториями или аудиториями фармацевтов, доносить до врачей и фармацевтов такие аргументы, которые будут потом переноситься на покупателя и защищать его от переключения в точке продаж. С нашей точки зрения сейчас наступает своего рода ренессанс классических инструментов промоции. Промоции в медиа, в рекламе и в врачебном фармацевтических каналах. Субтитры создавал DimaTorzok